Прошло около года после разоблачения моего деда и его смерти. Как вы помните, он оказался монстром, то ли оборотнем, или еще кем-то. Я и родители не ездили в деревню после этого случая. Дом был заколочен, и мы еще не пытались его продать. Однажды к нам приехал мужчина из деревни, где все происходило, и попросил пожить в доме деда его сыну с молодой женой. А далее и с последующим выкупом дома. Молодожены решили жить отдельно от родителей и становиться самостоятельными. Мы были не против, радуясь, что проблема решилась сама собой. Мужчина поблагодарил нас и, довольный, уехал в деревню. Позже я узнал от своего друга, который живет в этой деревне, что в дальнейшем произошло. Молодожены, довольные, заселились в дом моего деда и стали обживаться потихоньку. Все у них было хорошо. Парень работал в колхозе водителем, а молодая жена дояркой. Однажды в выходной день они решили выбросить старые ненужные вещи с нашего разрешения. Мы, конечно, были не против. Когда они вынимали из шкафа и сундука старую дедовскую одежду, то нашли прочно закрытую баночку с красной жидкостью. Жена сказала, давай я вылей помою, баночка пригодится. Девушка ушла на кухню. Парень сбрасывал в кучу одежду. Вдруг он услышал, как вскрикнула жена. Он поспешил на кухню посмотреть, что случилось. Она сидела за столом, а на нем стояла та же открытая баночка. Что с тобой? Спросил парень. Кажется, это кровь, ответила она. Парень поднес баночку к носу и понюхал. Ни спиртного, ни химического запаха не было. Он макнул палец в жидкость и начал растирать пальцами. Жидкость оказалась скользкая, похожа на то. Только почему она не запеклась, ответил парень. Может, это не кровь? И вылил жидкость в раковину. Вот и все. А ты испугалась, сказал парень. И дал ей в руки баночку, дав понять жене, чтобы она помыла ее. А сам направился снова в комнату. Через минуту жена снова вскрикнула. Ну что там снова? Спросил парень. Порезалась, ответила жена. Парень снова вернулся на кухню и увидел в одной руке жены какой-то предмет, а с пальца другой руки текла кровь. Баночку разбила? Снова спросил парень. Смотри, что было вместе с жидкостью в баночке. Парень взял из рук жены предмет, которым жена порезала палец. Это казался коготь какого-то животного. Длиной он был сантиметров пять, может, чуть больше, и острый, как бритва. Пока жена перебинтовывала палец, парень рассматривал находку. Какого животного этот коготь? И зачем он хранился в баночке с жидкостью, похожей на кровь? Размышлял парень влух. Жена молчала, только пожимала плечами. Закончим уборку, и я схожу к нашему учителю. Может, он ответит на наши вопросы, сказал парень. Когда уборка была закончена, парень собрался идти к учителю. А жена сослалась на усталость и головокружение. Прилегла на кровать. Парень поцеловал ее и направился к учителю. Парень застал учителя дома и показал необычный крупный коготь. Вы не подскажете, у какого животного может быть такие когти? Спросил парень. Учитель долго рассматривал коготь, а потом сказал. Я по молодости увлекался зоологией и могу с уверенностью сказать, что не знаю животного, которому может принадлежать этот коготь. А этот коготь, видишь, как лезвие ножа, острый по всей протяженности когтя, только сверху намного толще, чем нож. Может, кто-нибудь специально наточил его? – размышлял учитель. Не знаю, – ответил парень. Откуда он у тебя? – спросил учитель. Нашел. Пусть тогда будет как сувенир, – ответил парень. Он поблагодарил учителя за консультацию и направился домой. По дороге домой парень размышлял. Какого животного это коготь? И зачем его кто-то так наточил? А самое непонятное – зачем его хранили в какой-то жидкости, похожей на кровь? Все это настораживало парня. Когда парень вошел в дом, жена сидела за столом. Она посмотрела на него так, что после этого взгляда парень спросил. У тебя все в порядке? У жены глаза налились, как будто кровью. Она встала и подошла к мужу. Дорогой, я не понимаю, что со мной, но я знаю, что теперь не та, которую ты знал раньше, – сказала девушка. Ее налитые кровью глаза сверкнули, как будто в темноте. Парень шарахнулся от нее и уперся в стену. Девушка уперлась одной рукой ему в плечо и сказала. «Но я хочу, чтобы ты был со мной и никуда тебя не отпущу». Парень подумал, что жена не в себе и попытался взять ее за руку, которая прижала его к стене и успокоить. Но жена прижала его к стене так сильно, что он не мог освободиться. «И откуда у нее такая сила?» – подумал парень. Он хотел что-то сказать, но увидел, как жена поднимает вторую руку. Она очень изменилась, стала грубее, пальцы длинные, и они завершались точно же такими же когтями, которые он держал в руке. Он не мог проронить ни слова. Из руки выпал коготь и закатился куда-то под кровать. «Дорогая, что с тобой?» – только и смог сказать парень. «Твоя жена!» – ответила девушка и полоснула своими когтями ему по груди. Парень вскрикнул и потерял сознание. Необычно ловко для хрупкой девушки она взяла мужа на руки и уложила в кровать. Она разорвала рубашку и стала лизать его глубокие раны, из которых текла кровь. Она жадно слизывала кровь, и раны мгновенно заживали. Облизнувшись, она легла рядом на кровать и закрыла глаза от удовольствия. К вечеру парень очнулся. Жена сидела за столом и улыбалась. «Ну как ты себя чувствуешь?» – спросила она. «Как-то необычно», – ответил парень. А потом добавил. «Значит, мы теперь обладатели таких когтей. Что-то мучает меня голод. Только не могу понять, чего я хочу поесть. Теперь мы только одним можем удалять свой голод. Это кровь», – ответила ему жена. От слова «кровь» у парня пересохла во рту. «Я знаю, где мы сегодня поужинаем, и заодно нужно убрать свидетеля», – сказал парень. «Учитель», – сказала жена и улыбнулась. «Он», – ответил парень, и его налитые кровью глаза сверкнули. Уже почти стемнело, и они подошли к дому учителя. Они ловко перепрыгнули через забор и подошли к двери. Постучались. Дверь открыл учитель. Он жил один, поэтому монстры не боялись действовать. Парень схватил учителя за шею и втащил его в дом. За ним последовала жена. Все закончилось быстро. Растерзанное и обескровленное тело осталось лежать посередине комнаты. К обеду стали искать учителя. Он не пришел на работу. Когда обнаружили его тело в доме, вызвали участкового. А участковый вызвал полицию. Начали опрашивать соседей. И выяснили, что бабушка-соседка видела молодую пару, которая заходила к учителю вчера вечером. Стали искать молодоженов. Сначала думали, что они на работе. Но сегодня они не вышли на работу. И тогда направились к их дому. Пока искали свидетелей и молодоженов на работе, к этому дому подходили уже поздним вечером. Участкового со следователем зашли во двор и постучали в дверь. Открыла молодая девушка и разрешила войти в дом. Соседи услышали какую-то возню в доме и крики. Потом все стихло. И из дома выбежали два волка. Они как молния помчались к лесу. Люди говорят, что они были крупнее обычных волков. И их глаза сверкали красным цветом. На опушке леса они остановились и издали протяжный жуткий вой. А потом скрылись в лесу. В доме обнаружили два растерзанных тела. Участкового исследователя. Кровь у них тоже отсутствовала. Теперь люди снова боялись выйти на улицу поздно вечером или ночью. Потому что в это время бродят вокруг деревни монстры. И уже не один, а двое. Продолжение следует...